Благословен Ты, Господь Бог, Царь Вселенной, давший дыхание жизни и давший нам дожить до этого дня, дня Пурима. Благословен Ты, Господь Бог, Царь Вселенной, избравший нас из среды всех народов и давший нам свою Тору, свое живое слово. Мы благодарим Тебя, Господь. Амин. Итак, недельный раздел Торы называется Тецаве. Это 20-й раздел Торы, 8-й раздел книги «Шмот» или «Исход». Имя свое получил по первому значимому слову текста «Веата Тецаве Эбней Исраэль» «И ты повели сынам Израиля». И включает стихи из 27-го глава 20-й стих по 30-ю главу 10-й стих. И в основном в этой главе идет о священстве. В этой главе идет вопрос о священниках, об одежде священников, посвящении этих людей на служение. И вот интересно, что же общего у Пурима и у этой главы? Что общего? Что объединяет две, кажется, разные события во времени? Время, когда Бог избирал Аарона и его сыновей, Левии. И то, что произошло потом, во времена Пурима. И вы знаете, я увидел очень такую общую параллель. В первом случае это было вхождение в священство из народа. А второе – это возвращение в священство народа. Я попробую быстренько объяснить. Итак, что же такое священник, коген, святой? Это означает отделенный. Святость – это отделение, это не просто какое-то мистическое состояние. Мы отделяем себя от чего-то. Священник не просто профессиональный работник храма, дипломированный специалист узкого профиля. Это намного шире. Быть священником – это не бизнес, это не работа. Это призвание и обязательная ответственность. И Ишуа говорил своим Талмидим, ученикам, что кто хочет быть большим, станет меньше. Кто хочет быть господином, станет слугой. То есть это быть тем, кто помогает другим людям прийти к Богу. Тут кроется различие между языческими жрецами и божьими служителями. Почему? Потому что давайте мы посмотрим формулу языческих жрецов. Заплати, и мы решим твои проблемы. То есть мы договоримся с Богом. И вторая – мы поможем тебе прийти к Богу и разобраться самому с этими проблемами. Разницу чувствуете? Итак, тут кроется различие между языческими жрецами, которые были посредниками между человеком и божеством, и служителями живого Бога, которые были помощниками для других в их достижении Бога. Они были учителями и наставниками для тех, кто не знал, как это сделать. Итак, проблематика вопроса священства заключается в том, что мы часто не понимаем, что такое быть священником. Мы видим внешнюю сторону, мы видим красивые одежды. И в этой главе описывается, возьми, будет ефот такой, будет урим, тумим, будут золотые одежды. То есть красиво, все очень так, знаете, как говорят, благолепно. Такое благолепие, красота такое. Но на самом деле люди видят вот это благолепие, они видят отношение других к священнику. Знаете, как на рынке батюшка идет, ему в два раза дешевле продают батюшка на всякий случай. Его положение в обществе, это похоже на реакцию Израиля возле горы Синай. Вы помните, когда Израиль вышел из рабства, они подошли к горе, и Бог говорит, а вы будете кем? Народом священников для всех народов. И они что, сказали? Да, конечно, мы согласны. Почему? Потому что в памяти еще были живы образы Египта. Им, они помнили эти красивые большие храмы, вот эти величественные пирамиды, жрецов, которые купаются в роскоши. Они видели царя, фараона, который перед ними преклонял колени, и слушался их. Ну, кому так не хочется? Все хотят славы и почести. Но когда приходит реальность, и мир начинает колебаться, когда Бог являет себя на горе Синай, и они начинают видеть то, чего не видели раньше, когда много происходит страшного и странного, они что делают? Они посылают Маше. Они говорят, Маше, иди ты, иди ты, разбирайся, хватит. И если мы внимательно изучим эту главу, мы увидим, что Бог требовательен к священству. Это не просто одежда, это не просто повеление, это его стандарты. У Бога есть стандарты. Мы не можем прийти к Богу сами по себе. А давайте сегодня придем к Богу, как мы хотим. Не может быть такого. Бог говорит, я хочу, чтобы ты был таким, и таким, и таким. И Шо говорит, я есть путь, истина и жизнь. Кто войдет в Мною, тот может прийти к Отцу. И Бог говорит Аарону, семь дней освящай себя и сыновей. Господь говорит Маше. Мы читаем в книге Откровения о последнем времени. И там написано, что праведный-то творит правду еще, и святой да освящается еще. Мы сегодня говорим, мы святые, но Писание говорит, святой да освящается еще. Это процесс. Мы святые, мы праведны его праведностью, его святостью. Но наш путь, это путь освящения. Это путь, действительно, это труд. Каждодневный труд. Мы порой забываем, что священство – это не личный удел, наследственный бизнес, а довольно опасное занятие. Ну, вспомним историю тех же сыновей Аарона, которые вошли и принесли чуждый огонь. Вроде бы они бы тоже были в правильном, они были избраны, они прошли испытания, но наступил момент, и вы увидели, что мы увидели. Израиль был назван народным священником для других народов. Он призван к святости, он отделен. И все время обвиняли Израиль в чем? И вы помните, да, сегодня день Пурима. Главное обвинение какое было у Амана? Спасибо. У Амана было простое обвинение. Этот народ не такой народ, как наш народ. У них свои боги, они не слушаются наших законов, закона царя не чтят. И вот такие обвинения. А все почему? Потому что Бог сказал, чти меня, слушайся мои законы, исполняй мои заповеди, будь отделенный от этого мира. И вот что мы видим дальше? Мы видим того же Мартыхая, который вроде бы в конце стал, он не вроде бы, а стал в конце нормальным, скажем, правильным. Но в начале, ну все нормально. Смотрите, он сидит у ворот, начальник, на пиры к царю ходит, племянницу пристроил удачно. Но не важно, что там в Иерусалиме горстка каких-то странных людей, храм отстраивают, ничего, мы живем хорошо, мы божий народ. Но потом, в результате личной ссоры Мартыхая с Аманом, происходит вот этот момент, странный, страшный момент. Аман через ненависть к Мартыхаю хочет уничтожить весь Израиль. И потом что происходит? А потом происходит интересное событие. Из Филь 4 глава с 1 стиха. Когда Мартыхай узнал все, что делалось, разодрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города, и взвал с плоплим диким, великим и горьким, истребляется народ ни в чем не повинный, и дошел до царских ворот и остановился, так что нельзя было входить в царские ворота во вретище и с пеплом. Входить в царские ворота нельзя. А вот к престолу царя царей можно. Можно в посту и молитве искать его лица и ждать помощи от него. И это очень, очень важно, потому что Бог призывает своих детей, когда они далеко. Он говорит, что я всегда рядом. Будете переходить через горы, через реки, я буду идти рядом. И в конце Он говорит, что я не оставлю вас, я буду всегда с вами. И если мы посмотрим на эту главу, мы увидим, что Бог ставит стандарты. Он не просто говорит, возьмите, сделайте одежды. Ну, мы тоже можем сделать эти одежды. Ну, сделаем себе нагрудники, сделаем себе эфоды, возьмем урим, тумим. И все. Семь дней освящайтесь. Семь дней приносите жертвы за грех. Семь дней принимайте Бога. Очищайтесь, входите в Его присутствие, ищите Его. Вот о чем говорит Бог. И когда в Сузах Мардыхай оказался в такой ситуации, когда уже не было выбора, куда он бросился? Он бросился к Богу. И там произошло вот это покаяние, это метанои, это тшува. Он взывал к Богу, он кричал к небесам, и Бог услышал. И Бог явил Себя. Бог явил Себя тогда, когда другие Его не видели. В этой книге мы, в книге Исфер, книге Истер, мы не встречаем прямого указания Бога. Но мы видим Бога, который стоит там, за кулисами. Мы видим режиссера великих исторических событий. Мы видим Бога, который повелевает сердцами людей. Мы видим Бога, который изменяет жизни целых континентов. Сегодня это хорошая глава. Это хорошее время размышления о священстве. Бог называет нас царством священников. Он говорит, что мы взяты в удел. Мы призваны в Его чудный свет. И Он хочет сегодня, чтобы Его царство распространялось до краев земли. Он призывает каждого из нас. И сегодня каждый из нас может одеть. И вы знаете, в Новом Завете, в Брит-Хадаша, мы встречаем еще одни одежды, да? Помните? Броня праведности, щит веры, меч слова. Помните? И у нас есть тоже одежды. Поэтому я предлагаю вам сегодня одеться во всеоружие Божье. И быть теми. Знаете, Он говорит, дал власть нам называться и быть детьми Божьими. Поэтому пусть Господь благословит нас в этот праздник. Хак Самеях. И пусть сегодня будет хороший день. Продолжение этого дня. Шалом. Субтитры создавал DimaTorzok